Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, пятничный вечер. Вы смотрите программу «Спортклуб». В студии работают Дарья Анкехова и Власий Сергеев. Сегодня наш эфир начнется с первого блока, в котором примет участие наша именитая легкоатлетка Сардана Трофимова. Все прекрасно знают, что недавно в Казани она уже третью по счету победу одержала на чемпионате России по марафону. И с большим удовольствием мы сейчас начнем общение с нашей героиней. У нас сегодня в студии трехкратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, Сардана, примите, во-первых, наше поздравление, конечно. Вся республика переживала, все следили. И, конечно, все ждали вас победы. И вы оправдали надежды всех любителей. Спасибо. Сардан, ну расскажите, как вы стартовали и вообще как готовились к этому мероприятию и довольны своими именно результатами? У меня очень долгие сборы были. Я три месяца в Киргизии была, а потом вместе в Кисловодске. И сразу после Кисловодска в Казань на старт. Вот. Вот четыре месяца у меня подготовка прошла. Ну, старт такой неожиданно для меня или тренера удачный получился. Потому что, как это, этот старт нам бы ничего не давал. Там, как это, сначала, как начали тренировки, мы готовились. Ну, типа, чисто отстоять титул чемпиона, а не на результат, не на норматив, не на олимпийский норматив и не стать абсолютным чемпионом. Просто отстоять титул. Вот. Нам это удалось. Да, и самое главное то, что титул вы сохранили, уже трехкратная чемпионка. Ну, давайте поговорим насчет времени, да. Вот. Вы пробежали дистанцию за 2 часа 31 минуту и 31 секунду. А мы знаем то, что норматив олимпийский, да, это 2 часа 29, да, 29 минут 30 секунд. Чуток не хватило, да? Ага. Ну, мы не рассчитывали на это время. Вот. Потому что сначала сказали, что трасса не сертифицированная и что там норматива, ну, выполнить норматив там не будет. Поэтому, ну, как бы, мы не рассчитывали на хороший результат. Ну, уже другой план тренировок, да. Вот. Потом после финиша тренер мне показала, какое она время поставила у меня в дневнике. Она поставила 2,31,50. А я пробежала 2,31,31. То есть на 20 секунд лучше, да? Да. Ну, как она не написала там 2,29 или 2,33. Именно то, что она написала, я и пробежала. 31 минута – это главное, да? Ага. Да. Ну, и мы знаем то, что вместе с вами стартовали на этом забеге также именитые спортсменки. Вот, например, обладательница серебряной медали, да, вот этого чемпионата, победительница полумарафона в Сочи Ирина Сергеева. Также у нас и серебряная призерка чемпионата России Алина Прокопьева, финишировавшая третий. Ну, и что можете сказать о своих соперницах и вообще, каков был накал борьбы на трассе? На этом старте собралась вся элита России, все сильные спортсмены были тут, потому что, ну, как чемпионат России и самый такой престижный старт сезона получается. А Сергеева Ирина, она для меня новая соперница, потому что ее не было. Вот в прошлом году только она пробежала половинку, 21 километр на Кубке России, вторая была после Архиповой. А Прокопьева и Архипова, они, ну, давние соперницы, мы с ними уже постоянно, я знаю их тактику бега, там, ну, как слежу за ними, ну, вот так вот. Ну, а скажи, вот Алину Прокопьеву, ты знаешь, ну, не понаслышке, ты с ней уже встречалась несколько раз. Были ли такие случаи, когда она показывала результаты лучше, чем у тебя? Да, в 17-м году на чемпионате России она заняла второе место, а я четвертое место. Ну, вот мы знаем то, что Сардана вы были, пусть и не со всей трассой, да, но с некоторой частью этой трассы в Казани уже знакомы. В 2015-м вы уже бегали на марафоне, да, в 15-м году в Казани. Ну, и что из себя представляет трасса и насколько она удобная? Трасса совсем новая. В этом году, ну, намечали другую трассу. Мы в 15-м году бежали два круга по 21 километр. В этом году целый марафон по городу получается. И как, ну, она такая, она хорошая трасса, бегучая трасса, можно было на нем показать хороший результат и выполнить норматив, ну, если бы задача была. А так, есть кое-какие погрешности, которых надо изменить. Ну, это, мы уже об этом говорили, как организаторам, ну, они обещали, что их исправят. Ну, то есть организация была не совсем, так сказать, удачная. Потому что очень многие заблудились во время марафона. И такое бывает. И такое бывало. Вот Архипова, она, ну, как группа лидеров отцепилась от группы преследования. И мы убежали за машиной, которая была вот это табло, которая, ну, цифры, время, ага. И с ним рядом ехал велосипедист, он по рации там объяснял, что, как. А потом был участок, когда вот машина не может резко развернуться, поэтому он поехал в другую сторону, а велосипедист сказал нам троим, типа, мы за ним бежим, типа, за мной идите. Мы бежим, а машина вот так, а оставшие, они же видят не на нас, мы им не видны, а на машину. И они побежали в другую сторону. То есть в другую сторону. То есть, возможно, результат был бы иным, да? Потому что, вот, допустим, Татьяна Архипова, да, она оказалась вот среди тех, кто побежала не в ту сторону, да? Ну, не думаю, что тройка лидеров поменялась бы. Ну, сзади нас, может, что-то другое было бы. Ну, не обошлось, да, без таких неприятных моментов. Но, во всяком случае, есть чему-то стремиться, как и спортсменам, так и организаторам, как вы выяснили, да? Отлично. Но мы знаем то, что вы очень долго готовились к этому чемпионату, в том числе вы проходили сборы в Киргизии и работали там на подъем, да, вот, по горам бегали. И расскажите, пожалуйста, вот, как же эти сборы помогли вам именно вот в этом чемпионате? У меня в этом году очень, ну, у меня вообще, в общем, очень хорошая горная подготовка, так как я основную часть тренировки тренируюсь в Киргизии. Работу делаю по горам и, ну, бег в гору, там, и все равно в условиях гипоксии, там, 1600 метров высота в Киргизии тренироваться тяжелее и спускаться на нуле, ну, как в Казани, и бежиться хорошо. Ну, то есть это такая хорошая школа, да, подготовки именно, да? А вот скажи, давай немножечко поговорим про атмосферу. Вот мы сейчас на видео видели, да, очень много болельщиков, то есть, ну, это порядка там, наверное, да, сколько? Ну, тысячи людей стояли, ну, наверное, не сосчитать всех, да? Вот скажи, чувствовалась ли вот какая-то такая прям поддержка тебя, потому что тебя-то, наверное, там все знают, да? То есть ты не новое имя, да, в этом виде спорта, и вот кричали, болели, и вот кто тебя первым встретил у финиша? Я, ну, расскажу один на этот, я бежу, ну, бегу по трассе, и, ну, как-то замыкаешься в себе, бежишь, бежишь, а потом такая слышу на якутском «Сарданок и так!» Я такая, что, как будто проснулась, оборачиваюсь, а там якутский флаг, там этот водоканала, генеральный директор с водоканала Каджигасов Анатолий приехал, за меня болеть, они специально приехали, и Степан Дьячковский, и Иван Игнатьев приехали за меня болеть, и они стоят там, кричат на якутском, я такая вообще, вообще, второе дыхание, можно сказать, да, это так приятно, когда вот свою родную речь слышишь, там, как это, это все равно другое, чем, ну, многие за меня болели, там, многие знают, я прошлогодняя чемпионка, поэтому, наверное, кричат, а вот якутскую речь я вообще издалека отличаю. Ну, тем более, учитывая то, что вы уже, ну, длительное время находились за пределами республики, да? Ну, это знаешь, Даша, как вот в игровых видах спорта, да, как в хоккей, как в футболе, вот, команда выезжает на выездную игру, и болельщики тоже вылетают следом, так же за Сарданой, да, вот, болельщики по всей России. Еще Антолий Казарасов мне подавал бутылки, ну, попить давал, я плохо вижу издалека, а бутылочки маленькие, и их куча в одном столике, и очень сложно бывает подбирать свою бутылку, и дальше, ну, походу же забираешь, и бегу такая, думаю, как близко подойти, и чтоб тем не избавить, а вдруг смотрю, там, якутский плагуш, такой вот вообще. Как ориентир, да, наш флаг, короче. Да, 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 и Анатолий Казарасов мою бутылку держит, и я схватила, это очень, ну, как, очень приятно было. Отныне, отныне Анатолий будет ездить всегда, да? И уже будет, как это, в составе практически сборной, да, практически. В команду давайте, в частности, человека, да? Ну, а если сказать вот о финише, мы видели только что видео, да, ты бежишь в объятия, тебя встречают, все снимают на видео. Моя татьяна Юрьевна, она стояла на финише, мы были очень рады, ну, как, ну, очень приятный такой момент был. Вот, это наш общий труд, это наша общая победа, да. И вот, да. Ну, конечно, такие победы, вот, куются, да, по результатам, вот, просто бешеные работы, вот, мы видим, сегодня вы пришли в студию с замечательным кубком. И, конечно же, медалями, а вот, кому вы посвятили, вот, этот успех, или у вас нет такой привычки? Ну, всем, кто за меня болел, кто, кто за меня, в нас верил, вот, теми посвящаю. То есть, такой определенный, да, кому-то адреса вашей победы нет, да? То есть, все болельщики. Определенно им. Определенно им. Сардана представляла целый народ, целую республику на этих соревнованиях и посвящает победу всем. Ну, что ж, мы знаем то, что любители спорта, да, все знают то, что существует сейчас проблема, связанная вот со Всероссийской Федерацией Легкой Атлетики. Не можем получить, да, вот, нейтральный статус. И вообще, вот, какова сейчас ситуация, вот, именно с вами? Ну, мне кажется, что уже как сборная России по легкой атлетике не допустит нас на Олимпийские игры. Ну, это как 90% на 10, то, что нет. Мы написали заявку на нейтральный статус еще в декабре и ждем, пока придет подтверждение, ну, и одобрение или отказ. Ну, пока вот они не говорят, когда ответ придет. Например, в такое период времени ответим, да, просто ждем. Остается только ждать. Ну, и от этого ответа зависит многое, вот, исходя из этого будет корректироваться план, да, вот, ваших дальнейших соревнований. Вот давайте вот озвучим вот два варианта сценария. Если да, то тогда что? Если нам дадут нейтральный статус, да, в сентябре, тогда мы будем выступать за границей. Ну, будем стараться выполнять норматив олимпийский за границей уже. А если не будет допуска нейтрального, тогда московский марафон в сентябре. Который пройдет в сентябре в столице нашей страны. Ну, и, конечно же, летом в Амге. Да, в Амге. Вы примите участие, мы все это прекрасно знаем. Ну, и хотелось бы вот узнать, на каких дистанциях выступит Сардана Трофимова в Амге? Ну, марафон, само собой, да, и какие еще дистанции? И мы еще выбираем 3 или 5 километров. Вот 1-2 числа, в июне, 1-2 июня будет отборочное соревнование на спорта-киаду в стадион Тюймада. Приходите болеть. Отлично. Ну что, Сардан, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Мы рады, что ты сегодня посетила наш спортклуб. И, конечно, желаем тебе дальнейших побед. Возвращайся к нам с новыми трофеями. Ну, и, конечно, спасибо тебе, что прославляешь нашу республику. Спасибо вам. Ну что ж, дорогие телезрители, перед тем, как уйти на короткую рекламную паузу, мы хотим еще раз напомнить то, что наша именитая легкоатлетка Сардана Трофимова в Казани вот совсем недавно выиграла чемпионат России по марафону уже в третий раз. Мы ее еще раз с этим успехом поздравляем. Ну, а мы с вами увидимся после короткой рекламной паузы и продолжим разговор о легкой атлетике. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, после короткой рекламной паузы в прямом эфире в новой телепередаче «Спортклуб» в студии по-прежнему работают Власий Сергеев и Дарья Анкехова. Ну что, мы продолжаем тему легкой атлетики. У нас замечательная новость. Совсем недавно команда нашей республики вернулась и стали призерами по соревнованию по горному бегу, которые прошли в Бишкеке. Как все прошло и каков результат, мы узнаем прямо сейчас. Для этого мы пригласили в студию наших гостей. С нами сегодня Максим Гоголев. Он является победителем соревнований по горному бегу «Алла Арча Этнаран». Также с нами сегодня Александра Давидовна Митина. Она является серебряным призером соревнований по горному бегу «Алла Арча Этнаран». А также Василий Фанасьевич Спиридонов. Серебряный призер этих же соревнований. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, первый вопрос к Максиму. Максим у нас уже такой титулованный спортсмен в республике именитый. Расскажите, пожалуйста, что за соревнования и из чего вдруг пришла идея поехать именно на подобное мероприятие? Мы выехали в Киргизию на спортивные сборы. Готовились для летних спортикят на марафон. Будем бегать. И мы поехали командой 12 человек с тренером Василием Спиридоновым. И у меня брат находился в Бишкеке и сказал, вот такое соревнование, не хотите ли участвовать. Ну, я сказал тренеру, и мы решили участвовать. Но между тем, этот тренировочный процесс не изменяет ничего. То есть, как тренировались, так тренировались. И специально к этому соревнованию не готовились. Не готовились. Да. Просто узнали и решили попробовать. Почему бы нет, да? Хорошо. Ну, и тогда вопрос к Василию. Вот расскажите поподробнее о самой дистанции и вообще, что из себя представляет. Горный бег? Да, Горный бег. Ну, там не чисто Горный бег был, а был по трассе, где машины ездили. Мы объем набрали и решили проверить ребят, на каком они стадии подготовки. И решили, кто желающих. Это не было необязательно. Кто желающий, поехали участвовать. Но сами удивились, что так хорошо выступили. И каждому эту нотацию давал, что вот с этого момента работать. Потому что они в первый раз участвуют в таких мероприятиях. И у каждого человека свой скорость. Надо же дистанцию распределить по силам, чтобы дойти до финиша. Чтобы максимально лучшим результатом. Если очень быстро начать, то окисление быстро идет. Потому что там подъем был около 800 метров. Мы стартовали 1600 над уровнем моря, финишировали 2400. Это по градусам. Сколько будет? Обязательно, я не знаю. 12,5. То есть достаточно тяжело было? Да. Василий Фанасьевич, вот прекрасно знаем, да, то, что спортсмены наши готовятся к долгожданному событию. К играм народов Республики Саха-Якутия, которые пройдут в июле в Амге. Как оцените состояние, физическую форму ребят? Ну, горный бег не дает таких показателей, потому что это совсем другой вид. А классическая дистанция, вот, да, наша вот Сандарина Трофимова, уже звезда, яхуйской и лёгкой атлетики. Поэтому вот это очень другое. Тут, если готовишься к горному бегу, надо там физическую работу очень сильно поднять. Потому что основная работа там идёт на поднятие ноги и вот это. А классической дистанции там скорость нужна. И ещё скорость, ещё объём, вот это очень тяжело, поэтому эти дистанции совместить никак нельзя. Ну, а вообще это мероприятие считается самым массовым, да, горным забегом вообще, да? Сколько участников приняло участие именно? Там было чуть меньше 800 участников. Больше, больше, 825. Да, и у них любительский уровень очень сильно развит, если сравнить вот с нашим городом. И большинство это было любители, но были профессиональные спортсмены. И мы очень удивились. Это же 10 километров всё время вверх, 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 да. И сразу было видно, что у любителей ноги забились. Мне повезло с тренером. Я ещё не видел, чтобы этот тренер с тобой рядом бегал, всему учил. Показывал, да, конкретно пример по дистанции рядом, да? Да. Каждый километр, вот так нельзя, вот так надо, силы береги. Вот тут быстрее, вот тут медленнее. И когда вот... Удачи. Мы всё время вместе бежали, пока финиш не увидели. И когда финиш уже был виден, мой тренер сказал, всё, вперёд. Я подожду. Хорошо. Александра, а ваши впечатления об этом соревновании? Ну, я тоже участвую впервые. И вообще выезжаю в спортивные сборы тоже впервые. И мне очень-то нравилось. Какой дебют хороший у вас, да? Да. И то, что хорошо, что мы не знали, вообще дистанция какая, вообще горный бег, что такое. Мы просто тренировались. И когда пришли на утро, я только посмотрела, узнала, что оказывается это подъём. Я не знала, весь 10, ну, в течение 10 километров это был подъём. Поэтому... Только там поняли, да? Там были, что это наши сопки по сравнению с этими, это... Такой, знаешь, совершенно женский подход, в общем, да? То есть если Макс там уже примерно вы имел представление, да? А у нас Александра просто на месте поняла, что это, что к чему. И стала серебряным призёром, молодец. Это тоже очень хороший навык для спортсмена, вот, умение быстро сориентироваться и вот, скорректировать вот план. А не растеряться, да, и испугаться. Конечно. Ну, вот мы видим, да, вот, в видеоряде то, что очень красивый пейзаж. Ну, и были люди, вот, которые бежали марафон в этнических костюмах, да, вот, не зря же там у нас название фигурирует, это слово этно. Алла Арча, этноран. Ну, и, как видим, прошли очень такие красочные соревнования. Да, у них там награждали тоже по костюмам, там, кто первый. А, ещё отдельное было, да? Да, отдельное награждение было. И для них тоже и своя интрига, так. Да, и интересно было, что у них спонсоров очень много. Да. А, то есть это поддерживает это, да, событие такое долгожданное, да? Но мы видим, что сегодня вы принесли нам вот такие какие-то интересные вещи. Во-первых, вам выдавали какие-то сумки, мы знаем, можно показать, поднять. Вот такую сумочку. Стартовый. Стартовый набор. И прямо видно, что национальный колорит присутствует, потому что это сделано всё из войлока, да? Обычно футболки дают на соревнования, а вот тут они и решили вместо футболки сумки дать. Даже номера у них из войлока. Тоже, вот смотри. Так классно. Даже номера из войлока, видишь? Ну вот у нас сумочка из войлока. Чип есть, к каждому. Через каждые три километра были этот чип. Можешь туда свернуть же. Если фиксация есть, только тебя финисируешь и считаешь. А, вот видите, это что? А если пробежал мимо, то есть не считай. Вот этот чип. Это похоже на спортивное ориентирование, да? Когда участки нужно обязательно отметиться. Она пробегает просто, она автоматически считает. А, то есть там тянутся к нему не надо. О, как здорово. Технологии, да? Технологии в бишкеке, видишь, какие. А вот у нас сумочка, что же входит? Ну там стандартный набор, там спортпитание, всякие. Батончики, вода, да. Медали, да, красивые. Вот финишная медаль, каждому финишеру дают вот эту медаль. Вот такого цвета, любому. Не важно, да? До финиша добежал, вот эту медаль дают. То есть там закрывашки нету, да? Нет. Нет, нет, нет. В любое время можно прибежать. Да, хоть пешком, хоть ползком. Медаль финишную все получали. Вот такую медаль получили все? Нет, да. А это уже? Это вот второе место. Серебряная медаль? Да. Это первое. Вот у меня в руках первое место. И эта медаль принадлежит... Награждали пять человек, пять первых. Да, награждение пять человек, чтобы было приятно. То есть пятерка лидеров была, да? Да. Переехали из Южной Кореи, Франции, Германии, Узбекистан, Таджикистан. Очень много. Восемь государств, что ли, было. И Россия была. Увидели живой концерт там, очень хорошо. Вот, вот. Мы и хотели же все-таки здесь необходимо отметить и потрясающую, да, программу, которая сопутствовала вам. То есть это не простое спортивное мероприятие, да? Вы еще и побывали, видимо, в этой... Окунулись в культуру, да? Вот что больше всего запомнилось, Александра? Мне больше всего вот танцы, когда вот это пели и вот играли на своих инструментах национальных. То есть именно этническое составляющее культурное программу. Ну, девочка, девочка, хорошо. А Максиму что запомнилось больше всего? Ну, мне вот организация очень понравилась. И вот тоже концерт, очень много познал для себя. И мы вот с Василием разговаривали, что у нас во время ИСЭХа такого нету соревнования. И можно было у нас все это самое делать. Во время ИСЭХ национальный может чуть-чуть. Вот мы, кстати, до начала программы тоже говорили, а почему бы нам не провести? У нас есть национальный колорит, у нас есть местности хорошие, да? У нас есть спортсмены. У нас есть спортсмены, у нас есть даже организаторы, мне кажется, уже, да? И то есть почему бы нет? Но мне кажется, это в планах будет замечательная идея, да? А правда ли, что у Вас разминка проходила тоже в стиле танца, да? И Вы там танцевали? То есть не простая разминочка была, а именно в стиле танца? Да, вот это я хотел как раз сказать. Разминку сделали в виде танцев. Очень красиво было. И заминку тоже в стиле танцев сделали. Это каждый после финиша надо заминку сделать, чтобы ноги отпустить, чтобы на следующий день легче тренироваться было. А у них там вместо этого, ну вместо этого танцы сделали. Как я понимаю, один человек выходит на сцену и показывает движение, а все повторяют. Как флешмоб, да? Ну нет, киргизский народный танец, вот, черная лошадь, кажется, переводится. И он очень похож на аэробику или на разминку. Очень интересно. Ну, задействованы все группы? Да. То есть не только эффектно, но и ощутимо, да? То есть есть и разминка, и заминка, и все прошло вот в таком позитивном русле. Как здорово. Ну а что, ближайшие планы Ваши, товарищи? Ну, ближайшие планы у нас ждет АМГА. Наш спортивный, ну, наш олимпиад, можно сказать. Все готовятся, все сели ставят, ну, у каждого своя задача. И будем максимально работать. Осталось-то всего, там, 47-то дней. Поэтому будем работать. Все силы туда. Да. Работать и работать. Ну, и у нас, получается, ну, можно назвать, да, сейчас уже начинается заключительный этап подготовки. Непосредственно уже в преддверии, да, у нас уже вот стартуют скоро долгожданные игры. Ну, и давайте вот поинтересуемся у ребят, вот, Александра, вот, будете, какой УЛУС представлять у нас соревнования. Я буду представлять Татинский УЛУС на 3-5 километров, и будем тоже отборочный тур проходить в Намском УЛУСе. Скоро вы увидите. Что касается Максима? А я буду представлять Верхневилюзский УЛУС 42 километра. 42. Вот так. Полноценный марафон, да? Да, да, да. Я думаю, Макс сейчас сидел и внимательно слушал, вот, как Сардана Трофимова, вот, готовилась, да, вот, да, я фанат. Там же тренировались. В Киргизии Сардана очень хорошо знают, Сардана скажет, все, все хвастаются. То есть можно не говорить, да, кто вы что, просто я друг Сарданы, да? Земляк Сарданы, значит, все. Там я куток хорошо это знает, принимает. Да, ну и сама Сардана вот в ходе общения в первом блоке тоже отметила то, что именно ее тренировочные сборы вот в Киргизии хорошо помогли марафоне, вот, то, что на подъем работать. Там вот высота самая вот эффективная, 1600, это для ликоатлета, который готовится на высоте, у него кислородное голодание, и успускаешься, и вот на защищение кислорода для организма, для легких, легче дышится будет, да, успускаешься. Ну, вы справились со всем на отлично, мы поздравляем вас с потрясающим результатом, и, конечно, ждем от вас новостей, самги. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, увидимся сразу после рекламной паузы, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем эфир программы «Спортклуб». Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире в студии Власти Сергеев и Дарья Анкехова. В третьем блоке нашего сегодняшнего эфира мы будем говорить о футболе, а если быть точнее о мини-футболе, ведь у нас есть замечательный повод для этого разговора. Совсем недавно сборная Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова под руководством Сергея Павловича Скрябина принимала участие на самых престижных соревнованиях среди вузов нашей страны. Этот проект называется «Мини-футбол вузы», и наша сборная университета третий год подряд вошла в число призеров, завоевав бронзовые медали этого турнира. Ну и, как вы уже, наверное, догадались, дорогие телезрители, мы пригласили в студию, собственно, героев этих соревнований. У нас в студии игроки сборной Северо-Восточного федерального университета по мини-футболу. А у нас в студии Джулстан Пестряков, а также Айсен Сагин и Рустам Ларионов. Добрый вечер, ребята. Здравствуйте. Ну что, делитесь эмоциями, рассказывайте, напомните всем телезрителям, кто, возможно, не следил за вами, да, какое место вы заняли и довольны ли своим успехом? Ну, эмоции смешанные, но для меня, потому что в позапрошлом году мы заняли третье место, в прошлом – второе, и в этом году хотелось занять первое, но не получилось, проиграли в полуфинале. Ну, рад хоть, что попали в призовую тройку, заняли третье место. Ну, сразу скажем, да, то, что Айсен является одним из главных героев, да, вот именно бронзового успеха. У нас в матче за третье место сборная Северо-Восточного федерального университета играла Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна. Основное время у нас закончилось со счетом 4-4, и в серии пенальти наши студенты оказались точнее и выиграли со счетом 3-2. И вот один сейф как раз-таки вот у нас сделал Айсен Савин. Вот в этот момент вот гадал или так получилось, вот что скажешь? Ну, меня Олег Михайлович всегда учил, если игрок правша, то он всегда бьет в правый угол. Если он левша, то он всегда бьет в левый угол. Ну, просто так. Он был правшой, я прыгнул в правый угол, угадал. Ну, значит, Олег Михайлович правильно на путь следовал вам, да? Отлично. Ну что ж, у нас полевые игроки также в гостях. Вот в финале вот один гол забил уже, если не ошибаюсь, в бронзовом финале. Не забил. А, не забил, да. За турнир вот сколько раз удалось отличиться? Один раз. Один раз, да? Хорошо. Ну и как вообще оценишь выступление на этом турнире вообще? Какой опыт получил? Опыт большой получил, что за свои ошибки наказывают сразу. Чуть-чуть расслабляемся и сразу нам забивают. А как прибавим уже на равных, свои моменты не забиваем. Вот в полуфинале у нас за 4 ошибки, у них 4 момента было и 4 гола они нам забили. В первом тайме сразу. 4 момента, 4 взятия. Ну, вот и скажите, в этот момент сразу отчаяние, да, постигает? Или все-таки есть еще надежда и вы думаете, что все еще получится? Есть надежда, но бывает у некоторых. Ну, как, у настроя зависит от всех. То-то все уже поплыло. Ну, вот в твоем личном случае ты сразу уже руки сложил или все-таки боролся до последнего? До конца. Ребята бьются до конца, именно поэтому уже третий год даже попадают в призеры. Ну, а вообще, вот Влас уже сказал о том, что это очень престижные, да, соревнования. И этот проект, если я не ошибаюсь, стартовал с 2008 года, да, и вы принимаете там третий раз участие. Да. А вот до этого следили за этим мероприятием? Хотели, прям мечтали о нем? Или вот только 3 года назад узнали? Да, только 3 года назад. Ну, и лично я только 3 года назад узнал, что проходят вот такие соревнования. Ну, поэтому не особо не следил, не знал. Думали, там уже развозить будет. Когда, ну, со стороны видишь, как они играют, тренируются на разминку, они вообще у них техника фу, катают, все у них получается. А мы, якутский футбол у нас отобороны. Свообразный такой футбол, да? Ну, и стоит отметить то, что, вот я не зря говорю, вот снова и снова повторяю, да, третий год в призерах. Вот ведь можно позавидовать стабильности нашей команды, ведь, например, если брать, в прошлом году вот играли в финале, вот, честное слово, я не помню, как назывался институт. Гавка, да. Да, вот, получается, это как бы московские эфики, скажем так, да, вот, не проиграли тогда, вот, игрокам, которые выступали в суперлиге, высшей лиге, ну, то есть, очень конкурентная команда. А в этом году эта команда у нас боролась за 8-е, 9-е место. 9-е место, да. А мы все-таки остались. Вот, видите, да, прошлогодний чемпион в этом году вот так неудачно выступил. Ну, и вот то, о чем говорил Джулус, да, в начале нашей беседы, вот, действительно, в этом бронзовом финале, ну, как мне кажется, да, вот, две ошибки были, вот, невнимательно сыграли на своей половине, Полин тут же наказали, да. Ну, благо, все обошлось, и все-таки бронзовую медаль мы завоевали, очень здорово, вот, и, я думаю, многие сейчас обратили внимание, да, то, что у нас в видеоряди присутствует Яник Самплей, который, как все прекрасно знают, сейчас играет за Грозненский Беркут и демонстрирует нам просто потрясающую результативность. И сейчас мы увидим вот тот самый сейф, о котором мы говорили. Тут и замену вратаря у них было, да, на серии пенальти специально заменили, вот, поставили вот у крупного парня, но не помогло, ну, и вот, нет, следующий эпизод у нас будет. Ну, по углам сначала, да, по девяткам, конечно, классно ребята постреляли, и решающий момент все-таки, конечно же, был, это сейф Айсена Савина, вот. Да, вот, видим. Буря эмоций, да? Ну, и точку в этой серии поставил Яник Самплей. Думаю, те люди, которые следят за якутским футболом, знают то, что Яник у нас выступал за мини-футбольный клуб «Заря», и сейчас он играет за Беркут, сильнейшую команду, да, высшей лиги. Ну, и, вот, вообще, атмосфера в команде какая была? Вот, вы встретились с Яником, вот, собираетесь, да, вот, с ребятами, вот. Ну, и я уверен, что среди ваших конкурентов там тоже ребята из высшей лиги, вот, с ребятами, которые, вот, вы встречаетесь, да, в Подмосковье, вот. Какова атмосфера была на соревнованиях? Ну, атмосфера очень веселая, потому что, ну, я сам играл в высшей лиге, там у меня очень много друзей учатся, там, в разных институтах, по разным всяким городам. Встретился с друзьями, было очень весело, поговорили, побеседовали, и сейчас даже после соревнования там переписываемся, спрашиваем у друга, как дела там, какие успехи еще, какие планы дальше, что планируешь. Ну, очень весело, хорошо, когда есть такие соревнования, можешь встретить старых друзей своих. Рустам, ну, у вас была насыщенная программа, еще очень много было почетных гостей, да? Вот, с кем-то успел сделать такое прям крутое селфи или взять какой-нибудь крутой автограф? Нет, в прошлом году с Полой общался, сфоткался, а в этом году нет. В этом году никого не удалось? Нет. Ну, и отметим то, что на завершающий день, по крайней мере, точно присутствовал господин Алиев, президент Ассоциации мини-футбола России, ну, и многие герои прошлых лет, ну, а на паркете у нас играли вот именно ребята, которые уже сейчас в пути к тому, чтобы достичь самых высоких результатов в мини-футболе. А вот, как раз вот мы говорили, да, о том, что вот, например, Айсен узнал об этом проекте три года назад. Вот, хотелось бы поинтересоваться у ребят, вот, помимо проекта мини-футбол-вызу, у нас еще есть проект мини-футбол-школы, вот, кто-нибудь из вас, может, принимал участие? Да, принимали. По школе. Было, да, дело? Давайте вспомним, вот, Джулус принимал и Рустам, вот, начнем с Джулуса. В какой школе ты учился и какие результаты? Я учился в Хангаласском Луисе, в поселке Махсагаллах, там играли, выиграли Республику в 2011 году, потом Дальний Восток выиграли на чемпионате России тоже, такие же соревнования, только среди школьных учреждений. Попали в тройку? Первые стали, выиграли. Первые стали, вот такие результаты, да? То есть в УЗИ ты тоже должен показать, как минимум, такой же результат, да? Отлично, а вот? Я вот только на Республиканском участвовал в мини-футболовой школе. Оригинальный этап, да? К сожалению, я не прошел. В финале Хангаласском не уступили. А вот как раз команда Джулуса не переступила, да? Мегина-Кангаласка. Мегина-Кангаласка? Да, Майенска и Суш. А Айсен не принимал участия? Нет, я там с Рустамом вместе играли, в одной команде. То есть все-таки Айсен тоже играл? Да. Ну, здорово, да, вот. И, кстати, хотелось бы сказать о том, что озвучить, да, такую информацию у нас. Победы не только на уровне университетов, как вот, если я не путаю. В прошлом году 13-я школа, да, выиграла мини-футбол в школу. То есть совсем здорово. Мини-футбол у нас вот на таком уровне вообще результаты примечные. Наверное, необходимо отметить, да, сколько примерно команд-то принимало участие? Порядка ста, да, если я не ошибаюсь? То есть конкуренция очень серьезная. Да, там серебряные лиги есть, в общем-то. Бронзовая, серебряная и золотая. Ну, так, самые сильные лиги играли в золотой. Ну, бронзовая лига – это среднее учреждение образования. Серебряная лига, там могут участвовать высшие образования, только там профессионалы не допускаются. Ну, там игроки высшей лиги, там золотой лиги чуть не сказал, суперлиги. А в золотой лиге как раз-таки они допускаются, там профессионалы, игроки высшей и суперлиги. Хорошо, ну а как оценил тренер ваш? Мы знаем, товарищ Марченко достаточно такой строгий. И все-таки погладил по головке или поругался немножечко? После полуфинала он ругал нас за детские ошибки, конечно. В полуфинале там тоже ругал по ходу матча сначала. По ходу матча тоже ругал. Привозили и голы же. Когда забивали, радовался, поддерживал. Вполне логично, да? Человек радуется, когда команда забивает. Когда пропускает, надо поругать. Надо отметить то, что для себя я хотел бы тоже лично для себя узнать. Вот команда СВФУ всегда выезжает на эти соревнования. Под руководством Сергея Павловича Скребина, который является главным тренером. И помогает также еще и главный тренер мини-футбольного клуба «Заря» Олег Михайлович Марченко. Как они делят власть? Не бывает таких конфликтных ситуаций? Вот пока их нет здесь рядом с вами. Обычно ребята приходят с тренером. И сказать-то ничего не могут. Вот все-таки они как кто более бабе управляет и прям может быть давит, прессует. Честно говорим, их нет сегодня с нами рядом. Ну, если честно, я не знаю, как у них там между ними, но особо таких споров между ними не замечали. Но они пытаются там совмещать, ну, равномерно пытаются. Но Олег Михайлович Марченко в особенности кричит на игроков, которые играют в «Заре». Ну, например, на меня, на Рустамова, для Двунуса. На своих воспитанников конкретных, да? А Сергей Павлович, скорее всего, он как-то является главным тренером, но он там перед матчем настраивает, пытается, ну, настраивает, так скажем так. Ну, как говорится, две головы лучше, чем одна. И самое главное то, что результат есть. Ну что ж, ребята, поздравляем вас еще раз с этим бронзовым успехом. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся после короткой рекламной Павлы. Приступим к заключительному блоку нашего эфира. Дорогие друзья, с вами вновь телепередача «Спортклуб». Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Ну и последний блок мы решили посвятить анонсированию спортивного мероприятия, которое состоится 26 мая в столице нашей республики. И состоится открытый турнир по грэпплингу «Якутск Оупен» 26 мая. И сегодня мы пригласили организаторов и непосредственно участника этого спортивного мероприятия. Да, у нас сегодня в студии с большим удовольствием давайте объявим гостей. У нас организатор открытого турнира по грэпплингу «Якутск Оупен» 2019 Александр Стручков, а также судья этих соревнований Иван Пронин, ну и участник этого турнира Алексей Сивцев. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр, ну первый вопрос будет к вам. Мы проводим такое мероприятие уже в четвертый раз. Есть опыт за плечами. Вот что ждать телезрителям и любителям грэпплингов в этом сезоне? Соревнования пройдут 26 числа. Для спортсменов завершение будет 25 мая получается. Ну, проводим уже, вот лично я провожу соревнования уже в третий раз. Опыт есть, то есть как бы уже в принципе все уже понятно. Участников ожидается где-то человек 60-70, скорее всего, будет. Ну, заявки принимаются, то есть можно аж 25 числа уже прийти на завершение и уже там записаться на соревнования. Будут выступать мужчины, женщины, а также юниоры и юниорки. Всего будет 6 весовых категорий от 62 килограмм до 95 килограмм плюс. То есть там будет абсолютно вот. Женская категория у нас уже второй раз будет. Мы в прошлом году делали. То есть девушки у нас не часто приходят выступать, ну, потому что их не так много и приходят тренироваться. Действительно. И мы очень рады, что в прошлом году их достаточно набралось и надеемся, что в этом году они тоже будут. Соревнования пройдут, особенность точнее этих соревнований в том, что они пройдут в клетке, именно в октагоне. А сейчас вот с популяризацией именно ММА, смешанных боевых единоборств, все, наверное, в курсе, что есть восьмиугольник, в котором выступают. И вот в этом, я думаю, наша особенность наших соревнований в том, что спортсмены не вылетают, то есть нету там тайм-аутов и так далее. То есть схватка начинается, 5 минут и чистого времени все борются. Ну, в целом это подогревает интерес к соревнованиям. Корректировки в пользу динамики, да, вот именно происходящего. Ну что ж, здорово. Ну и если говорить об этих соревнованиях, давайте вот объясним для наших телезрителей, я думаю, что не все знают, что такое грэплинг. Давайте вот объясним, что же такое грэплинг и какова разница от, например, бразильского джиу-джиу. Смотрите, грэплинг, да, как мне кажется, будет правильней идентифицировать, как свод правил, по которым проходит соревнование. Больше соревнований. Да, потому что, смотрите, есть джиу-джитсу, бразильское джиу-джитсу, там есть две категории. Это ги и ноги. Ги, соответственно, это та одежда, в которой стандартно выступают спортсмены, то есть, ну, похоже на кимоно, да. Там есть небольшие различия, там, в размерах и тому подобное, в цветовой гамме и так далее. И есть ноги-раздел, это практически то же самое, только спортсмены выступают в шортах и в рашгардах. Рашгард это защитная такая футболка, плотно прилегающая, которая, во-первых, благодаря которой спортсмен остается в подогретом состоянии, то есть, мышцы, да, его не остывают, исключаются ссадины, царапины, ну и плюс оппоненту за нее не ухватиться. Она скользкая, то есть, риск того, что тебя поймают за футболку и порут уже исключается. Так вот, на соревнования по правилам грэплинга могут приходить не только спортсмены, которые занимаются джиу-джитсу. То есть, может прийти спортсмен с вольной борьбы, дзюдо, самбо и тому подобное. И тактику он может выбирать, соответственно, подходящую ему. То есть, выиграть такие соревнования можно двумя способами. Либо набрать очки за определенные действия, либо завершить схватку болевым или удушающим приемом. То есть, схватка стандартно у нас проходит 5 минут, побеждает тот, соответственно, если два спортсмена, никто никого не засобмитил, так сказать, да, то есть, не сделал болевой, либо удушающий, значит, считается по очкам. Кто больше сделал результативных действий, побеждает. Но досрочной победы по очкам нету. Например, как в дзюдо, да, вы завершили бросок, и пон, получили очки, выиграли. Нет, такого нет. А вот если продолжить, да, вот разговор на эту тему, а вот система распределения очков, за что даются очки грэплинг? Да, да. Первоначально у нас это бросок, тейкдаун, да, то есть, когда вы переводите оппонента вниз на ковер, на конвас, там, да, на пол, и фиксируете его не менее трех секунд, то есть, не даете ему подняться. И сколько баллов за это? Это два балла. Следующие очки, за что вы получаете, это проход защиты, проход гарда. То есть, ваш оппонент не дает вам приблизиться к себе, он может защищаться ногами и руками, находясь на спине, да, то есть, не обязательно ему стоять на ногах. Обход вот этой защиты, обход ног и рук и сближение с оппонентом, это три очка. То есть, далее есть у нас положение колена на животе, когда мы удерживаем своего оппонента внизу, опять же, не менее трех секунд, поставив одно из колена на грудь, два очка. Если вы оседлаете оппонента и сядете сверху, маунт положения, это четыре очка, и есть бэк-маунт, когда мы забираем у оппонента спину и удерживаем его сзади. Это тоже дополнительно четыре очка. Ну, очень интересно. Давайте поговорим непосредственно со своим участником. Алексей, вот вопрос, наверное, такой, все-таки групплинг это такое новое движение, можно сказать, да, и в Якутске оно развивается, если не ошибаюсь, там, с 2014-2015 года, да, примерно так, да. Вот вы как давно пришли и вообще какое у вас спортивное прошлое за плечами и с какого вида спорта вы пришли? Сам я начал заниматься бразильским джиу-джитсу в 2008 году. Я учился в Пекине, в Китае, и во время студенчества я начал заниматься бразильским джиу-джитсу. И первые соревнования у меня были в 2013, ну, соревнования клубные были, но результаты я принес в 2013 году, уже ближе к синему поясу. Это был китайский, национальный чемпионат Китая. Я взял третье место в абсолютной категории. В своем весе я зашел неправильно, сделал ошибку и проиграл. В том же году в городе Пекине я смог вот именно по соревнованиям по грепплингу взять первое место, в весе до 77 килограмм. Да. Позже, в 2014 году я окончил университет, приехал в Якутск. К этому времени я уже знал, что в Якутске начинает прогрессировать грепплинг. Сразу встретился с ребятами, нашел их по WhatsApp, друзья помогли. И смог участвовать на первых соревнованиях, это в 2015, да, в 2016 году? Нет, в 2014, в 2013-2014 годах. Да, в 2013-2014 годах. То есть вы, по сути, вот те три человека, которые стояли у истоков. Помимо нас есть еще ребята, но мы все тесно общаемся. Один из ветеранов, это у нас Сергей Волочков, он сейчас живет в Москве, перебрался туда. Вот он один из таких ребят был, которые за это дело болели, и он старался проводить и тренировать. Ну, участники соревнований, это те ребята, которые, есть ребята с базами, из вольной борьбы, со смешанных единоборств, есть ребята с Хабсагая, часто участвовали, дзидо, самбо, но в основном это те ребята, которые живут своей жизнью, посещают тренировки три раза в неделю. Это не профессионалы, но соревнования никто не пропускает. Обязательно. Хотелось бы отметить еще, что там на соревнованиях будет разделение между новичками и более опытными спортсменами. То есть человек, который с более такой базой, он уже не сможет бороться с новичками. То есть, а в новичках могут принять участие буквально любой желающий, который занимается там, даже хотя бы там два-три месяца он занимался, он может принять участие. И правила будут запрещать некоторые там действия, и что исключить, наверное, травматизм. Да, мы стараемся за это очень сильно болеть, чтобы не повредились. Очень профессионально. Иван у нас один из активных участников соревнований. У него при любой возможности он всегда отправляется на чемпионаты России, на чемпионат в Казахстане были ребята. Я на Казахстан тогда не попал, к сожалению. Да, у нас другие ребята ездили. И у нас еще в этом году, да, хороший результат. Всего Дорогаюкина. Всего Дорогаюкина, да. Жаль, что он сегодня не смог прийти. Он в этом году очень удачно выступил. Мы ездили в Санкт-Петербург, выступали на ИБЖФ. Это Бразильская федерация джиу-джитсу. Был Санкт-Петербург Open. И Федор завоевал три золотых медали. То есть в своем весе он выиграл две дисциплины ги и ноу-ги. И пошел еще в абсолютную категорию в ноу-ги. И там тоже занял призовое место. Он победил всех, вплоть даже... Один из ребят был 94 килограмма. Вот они в финале сошлись. То есть наш Федя 62 и... 90 с лишним. 94, да. И Федор выиграл. И при том выиграл он его болевым, удушающим приемом. Он сделал вот ему треугольник. Вот похожий прием он его задушил. А все три медали еще за один день у нас? Это один соревновательный. С ума сойти, да? Соревнования проходят в таком контексте. То есть сначала идет одна дисциплина, допустим, ги. Отборолись и тут же начинаются ноги. То есть ты никуда не уходишь, ты всегда остаешься там. То есть Федор за один день, вот попробуем посчитать, примерно сколько схваток он проходит? 13 практически. 13 схваток за один день. И еще и золото все, да? Это как олимпиада для дзюдоистов. Это очень высоко. У нас есть, да, такие выдающиеся личности в этом виде спорта, да? Появляются потихоньку. Появляются. А что касаемо вот нового поколения, насколько вот сейчас популярен это именно среди подростков? Вот вы сказали, у нас есть, да, именно юниоры, да? Да, вот недавно ездили на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби. Ребята с поселка Махсоголов занимаются у Лоднева Николая Петровича. База у них дзюдо, вот. Ну и потихоньку начали перенимать вот в джиу-джитсу, потому что Дети Азии будет в 2020 году, и там можно будет отобраться именно по бразильскому джиу-джитсу, по дзюдо, по самбо и по, если я не ошибаюсь, ну вроде вот, три дисциплины, ну плюс еще вольная борьба, но там ниши уже заняты. Получается, по бразильскому джиу-джитсу можно уже будет там выступить. Там вот девчонки заняты. Да, в России очень сильно сейчас развивается. Москва, Санкт-Петербург, очень много клубов, очень много детей. Прям это юниоры, ну очень-очень-очень много. Если брать такие крупные соревнования, да, которые вот, например, там в Абудабе проходят или еще с границей, да, куда-то выезжают, нас очень много ребят, прям целыми командами уже. Здорово. Это здорово. Ну а если взять все целом, вот в Якутске, примерно сколько человек на сегодняшний день занимается именно вот гриблингом? Ну если по клубам так разделить, ну да, у нас человек 50, наверное, точно наберется. Это стабильных, да? Нет, если стабильным брать, люди просто приходящие, уходящие. Кто-то пропадает из-за учебы, кому-то мешает работа, отпуск или и тому подобное. Но стандартно в тренировке человек 20 присутствует точно. Вот такие цифры примерно у нас. Где ты тогда? Вот мне интересно, вот мы говорили о том, что может прийти человек, да, позаниматься, побороться, вот человек, который... И уже принес честное. Без опыта, да, в гриблинге. И он, например, позанимался у вас там пару недель, и он получил допустим соревнования. Вот представим, что это представитель вольной борьбы. Вот бывали ли у вас такие вот интересные столкновения в стиле, например, опытный грэпплер, и против него заходит вольник, да, который вот на физику у него расчет идет, и вот кто, как правило, победит в этом противостоянии. Смотрите, такое бывает. Некоторые выигрывают с помощью тактики. У борца вольного стиля у него нет навыка проводить болевой удушающий прием, но зато у них сумасшедшие тейкдауны. То есть бросить, пройти в ноги. И удержание еще. Это как ему, как стакан водой выпить, да? У нас остается буквально совсем немного времени. Вот вы с какого вида спорта каждый из вас пришел в гриблинг? Быстренько. Я в детстве занимался вольной борьбой, но так, немножко совсем. Ну и потом студенчество начал заниматься уже серьезно, где-то лет с 18. Отлично. Айкидо занимался. Я занимался всем подряд каратэ, айкидо, я все перепробовал. Ну что, напоминаем вам о том, что 26 мая состоится открытый турнир по гриблингу Якутска Оупен. И состоится он уже в четвертый раз всех любителей этого вида спорта, да и просто желающих посмотреть. Приходите, посмотрите, поболейте. Да, увидимся с вами ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok